Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки на территории Ямала зарегистрировано более 200 новых случаев заражения. При этом наибольшее число 60, к сожалению, в Губкинском. Также существенный рост заболевших в Таркасале и Надыме. Напомним, на сегодня в городском ковидном госпитале заняты все койки. Прорабатываются вопросы об организации дополнительных в самое ближайшее время. Медики обеспокоены эпидобстановкой и в очередной раз обращаются к горожанам с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса. Не забываем о дистанции. Когда мы продукты выбираем какие-то либо на полках в магазинах, когда мы подошли к кассе, тоже стараемся подальше стоять. Ну и не забываем о том, что в маске посещать магазин и перчатки одноразовые одеть. Потом прийти по возможности, если это какие-то дома, снять перчатки, вымыть руки, умыть лицо и, конечно же, те продукты, которые нужно помыть даже, помимо того, что, конечно, овощи, фрукты, мы понятно, что помоем. Ну вот банки, например, да, те же жестяные можно помыть. Вот тетропаки, которые йогурты тоже можно помыть. То есть самое главное личная гигиена. В округе действует масочный режим, поэтому в общественных местах и закрытых помещениях использование маски обязательно. Специалисты отмечают, какой стороной носить медицинскую маску не имеет значения. Гораздо важнее соблюдать правила ношения. Одноразовые маски можно надевать любой стороной. Маска должна плотно прилегать к лицу, не должно быть зазоров между лицом и маской. Кроме того, нельзя превышать время ношения маски. Два-три часа маску нужно заменить. Если она стала влажной очень быстро, то ее лучше заменить сразу. Многоразовые маски собираются в полиэтиленовый пакет, затем обрабатываются, стираются с моющим средством или мылом, обрабатываются паром, либо парогенератором, либо утюгом с отпаривателем и затем проглаживаются насухо. И только после этого могут использоваться. Необходимо помнить, что одна маска нам не даст положительного эффекта. Необходимо использовать весь комплекс профилактических мероприятий. Это и дезинфекция помещений, и частое мытье рук, и дезинфекция поверхностей. Медики рекомендуют носить из собой средства защиты и личной гигиены, антисептик, маски и перчатки, бумажные носовые платки, антибактериальные влажные салфетки.